Давайте продолжать. Мы сегодня поговорим про понятие устойчивости, конкретно устойчивость положения равновесия. Вообще слово устойчивость в дифференциальных уравнениях много чего означает. Но вот мы будем говорить сейчас про устойчивость положения равновесия. Собственно говоря, это такая штука, которую мы уже затрагивали мимолетом на конкретных примерах. И, собственно говоря, именно с них мы сейчас и начнем, потому что цель сегодняшнего занятия – это ввести некоторые общие абстрактные определения устойчивости. Но полезно, когда у нас есть готовые примеры, о которых мы можем думать. И с них-то мы и начнем. Давайте я напомню какие-нибудь примеры положения равновесия. и мы обсудим, какие из них устойчивы, какие неустойчивы, из каких-то таких общих соображений интуитивных. Примеры положения равновесия. Давайте начнем с размерности 1. Значит, вот, допустим, у нас есть какая-нибудь такая система. Скажем, x-точка равняется, допустим, x-1 умножить на x умножить на x плюс 1. И у нее такие положения равновесия. Какие, кстати, у нее положения равновесия? Значит, у нас три положения равновесия. Это нули правой части, минус 1, 0, 1. Так, только нужно теперь еще стрелочки расставить. Значит, если у нас x очень-очень большой, то все три скобки положительны. Это означает, что у нас производная положительна. То есть где-то вот здесь на плюс бесконечности. Производная обязательно положительна, а знак она меняет только в этих точках. Значит, где производная положительна, там у нас все возрастает, и поэтому стрелочки расставлены как-то вот так. Значит, здесь возрастает, здесь убывает, вот здесь возрастает, здесь убывает. Значит, вот такая динамика. Остается, у нас есть три положения равновесия. Ну и давайте, не вводя никаких определений, пока что просто попробуем сформулировать, какие из этих положений равновесия кажутся нам устойчивыми, а какие неустойчивыми. Ну, по движению, по траекториям среднеустойчиво остальные нет. Да, значит, вот эта вот средняя точка устойчива, потому что... Давайте как-нибудь ее тут нарисую. Значит, вот эта точка устойчива, потому что все траектории к ней приближаются. То есть что это означает? Это означает, что вот если я в какой-то момент отклонюсь от этого положения равновесия по какой-то причине, допустим, моя система подчиняется, моя динамика реально подчиняется этому уравнению, но в какой-то момент... Значит, вот я стартовал с этого нуля, дальше я живу в этом нуле, но в какой-то момент произошел какой-то шок, который меня отклонил куда-нибудь, допустим, вот сюда. Ну, после этого, в соответствии с тем, как расставлены стрелочки, в соответствии с динамикой, дальше я буду стремиться к тому положению, из которого я изначально стартовал, И через какое-то время, с точки зрения внешнего наблюдателя, моя динамика не будет ничем отличаться просто от того, что я живу в этой точке. У меня какая-то точность измерения есть, и с этой точностью измерения мое нахождение очень близко к этой точке и приближение к ней будет просто неотличимо от того, что я в этой точке нахожусь. У вас, естественно, это положение устойчиво и два других положения неустойчиво. Потому что тут все наоборот. Если я чуть-чуть отклоняюсь от той точки, из которой я стартовал, допустим, вот здесь я был, а потом я чуть-чуть отклонялся вот сюда и убежал куда-то далеко. Или отклонялся сюда и стал стремиться к этому положению равновесия. В одномерном случае все более-менее понятно. Давайте посмотрим про случай в размерности больше единицы. Какие положения равновесия бывают? Ну давайте, что у нас есть? Линейные положения равновесия. Они бывают такие. Например, седло. Узел какой-нибудь. Значит, понятно, узлы бывают вот такие, бывают наоборот. Направление стрелочек можно менять как угодно. Но не как угодно, а у всех одновременно, конечно. Бывают фокусы. Они тоже могут быть устойчивыми, могут быть неустойчивыми. В зависимости от направления стрелочек. И бывают еще... Сейчас, да, фокусы. Бывают еще центры. Центры, они какие-то вот такие. Значит, это те примеры, которые мы обсуждали. Давайте я еще сразу нарисую. Третий пример положения равновесия нелинейных, но которые нам тоже встречались. Это, допустим, положение равновесия, как было у математического маятника в консервативных системах. Допустим, вот такие. Скажу, у меня здесь было какое-то вот такое положение равновесия, и было какое-нибудь вот такое положение равновесия. Что-нибудь в таком вот роде. Ну, давайте смотреть. Значит, что из этого устойчивое положение, а что неустойчивое. Так, только сейчас как-то я вот это вот неудачно нарисовал. Это у меня какой-то очень странный получился узел. Все должно касаться одного и того же направления. Вот так, допустим. Значит, понятно, что когда мы говорим про узлы, то вот тот узел, к которому все направления, к которому все траектории стремятся, что это устойчивый. Устойчивая особая точка. Логично было бы ее называть устойчивым. Давайте я устойчивую буду рисовать зелененьким, а неустойчивый, наоборот, красненьким. Значит, вот это устойчивое. Вот это неустойчивое. Дальше. Вот такие вот штуки. Фокусы. Как вы про них чего хотите сказать? Какие из них устойчивые, какие неустойчивые? Ну, верхний устойчивый, нижний неустойчивый. Ну да, то же самое. Логично считать, что вот если у нас все траектории стремятся к этой особой точке, то, в общем, кажется, что, допустим, вот если я жил-был здесь, а потом куда-то отклонился, а дальше я начинаю все равно приближаться к этой особой точке, ну, это больше похоже на устойчивость при любом разумном понимании того, что это такое. Значит, это устойчивое, а вот это неустойчивое. Седло. Устойчивая это особая точка или нет? Как вы хотите ее определить? Пока что обсуждаем интуицию. Обсуждаем, как бы мы хотели бы, чтобы определение работало, а потом придумаем само определение. Значит, хотим ли мы, чтобы седло было бы устойчивой особой точкой? Ну, можно, на самом деле, про седло, можно посмотреть вот на вот эту картинку. Здесь, на самом деле, тоже есть седло, но только не линейное. Значит, я забыл стрелочки расставить. Стрелочки вот такие. Значит, вот так у нас здесь выглядит траектория. И вот они, вот одно седло, вот другое седло. И помните, чему соответствуют эти седла, если думать про математический майдинг. Допустим, если считать, что это кусочек фазово-портрета математического маятника, значит, вот эти вот положения равновесия, они чему соответствуют? Когда маятник вертикально вверх. Да, устойчивое это положение или неустойчивое? Маятник вертикально вверх. Кажется, что неустойчивое. Ну да, кажется, что это как раз такой хрестоматийный пример неустойчивого положения равновесия. Значит, вот это неустойчивое. Вот это тоже неустойчивое. Ну и стало быть, седло, линейное седло тоже неустойчивое. Заметьте, что, например, вот наличие отдельной траектории, которая стремится к положению равновесия, не препятствует тому, что мы считаем это положение равновесия неустойчивым. Да, вот эта траектория стремится, и вот эта стремится. А вот эти вот все не стремятся. И, в общем, мы говорим, что нет, все равно положение равновесия является неустойчивым. Давайте теперь посмотрим на вот эту вот картинку. Устойчивое это положение равновесия или нет? Хочется, чтобы было устойчивым. Хочется, чтобы было устойчивым. Есть какие-нибудь возражения? Есть ли кто-нибудь, кому не хочется, чтобы оно было устойчивым? Поскольку все это не в камне высечено, мы сейчас в некотором смысле вольны сформулировать нашу интуицию, как хотим. И здесь, возможно, разные мнения. Мы, если из точки равновесия переходим на какую-то траекторию другую, которая рядом с ней, то мы начинаем крутиться, как будто в точку равновесия не приходит. Поэтому, по идее, нужно быть устойчивым. Ну, да, то есть, смотрите, есть аргументы, на самом деле, в пользу того, чтобы обозвать эту штуку устойчивой точкой, и в пользу того, чтобы ее обозвать неустойчивой точкой. Ну, во-первых, если вспомнить, опять же, про вот эту вот картинку и про математический маятник, то вот это положение равновесия, оно соответствует ситуации, когда маятник смотрят вниз, вот так, вертикально. И, конечно, когда мы обсуждали эту картинку, мы говорили, что вот это положение равновесия, оно устойчивое, в отличие от вот этого, которое неустойчивое. Но, ну, и в какой-то мере понятно почему, потому что, если мы чуть-чуть отклоним маятник от этого положения равновесия, то он, по крайней мере, далеко не убежит от нашей точки. Но при этом он все-таки будет колебаться. То есть, если мы смотрим как-то издалека на наш маятник, так что для нас маленькие колебания неотличимы от того состояния, когда мы просто стоим неподвижно, то, в общем, вполне разумно считать, что эта штука устойчива. Но если так подходить со всей строгостью, то, конечно, динамика, которая возникает после вот этого шока, после того, как мы отклоняемся от положения равновесия, но она не будет стремиться к положению равновесия. В общем, короче говоря, давайте пока что мы объявим вот эту штуку устойчивой, устойчивым положением равновесия, ну, так, немножко под вопросом. Памятую нашу дискуссию сейчас. Хорошо. А теперь, вот смотрите, у нас есть какой-то набор примеров. Как-то мы разделили положение равновесия на устойчивое и неустойчивое. А теперь хочется придумать определение, которое бы соответствовало нашей интуиции, соответствовало бы тому распределению ответов, которые мы сейчас нарисовали. Все-таки тут полезно помнить, что определения, они берутся не откуда-то, а просто придумывают с людьми. Вот сейчас мы находимся в положении таких математиков, которые хотят придумать определение. Ну, давайте, предложите мне какие-нибудь определения. Ну, точка называется неустойчивой, если существует в окрестности траектория, на которой неограниченно удаляется от точки. Значит, если существует в окрестности траектория... Так, вы хотите, наоборот, формулировать отрицание. Это интересный подход. Сейчас. Значит, вы хотите сказать, что... Если существует траектория... Ну, давайте все-таки попробуем сейчас пока без отрицания. Давайте попробуем сформулировать определение такое. Значит, пусть у меня есть x-точка равняется v от x. И у меня есть какая-то точка x со звездочкой. Это положение равновесия. То есть v от x со звездочкой равняется нулю. Ну, и давайте я еще введу обозначения, которые там сейчас понадобятся, чтобы аккуратно сформулировать. Давайте я скажу, что вот пусть у меня какая-нибудь φ от t, x0. Это решение вот этого уравнения 1 с начальным условием, что φ в нуле – это просто x0. И дальше я хочу дать определение. Точка x со звездочкой называется устойчивой. Так, значит, существует эпсилон такое, что все траектории, проходящие от эпсилона, сходятся в нашу особую точку. Окей, значит, определение от Сергея звучит так. Так, существует такое эпсилон, что для всех начальных условий, принадлежащих эпсилону окрестности, точке x со звездочкой, φ от t, x0 стремится к x со звездочкой при t, стремящемся к плюс бесконечности. Ну, давайте пока что скажем, что мы все-таки хотим, чтобы вот такая вот штука была бы устойчивой. Значит, как соответствует ли вот такое определение всему нашему списку примеров? Не соответствует. Почему? Ну, потому что у центра стремительно не будет к особой точке. Да, ну вот как минимум, как минимум есть проблема с центром. Это на самом деле не единственная проблема этого определения. Я чуть-чуть попозже нарисую еще одну проблему. Вот, но, по крайней мере, эта проблема тоже есть. Значит, нет, не подходит такое определение. Давайте несите следующее. Значит, нет. Так как центр получается неустойчивым. Возможно, вместо стремления на бесконечность можно заменить, что находится на каком-то ограниченном расстоянии от этой точки на бесконечности. То есть для всех. А что это точно значит? Ну, существует такая константа, что φ минус константа стремится к x со звездочкой. Ну, вот смотрите, вот я хочу аккуратно формулировать, чтобы у нас там никаких висящих констант не было. Если есть константа, то на нее должен быть квантор. Она либо существует, либо любая. Ну, там в моем, получается, два раза существует. Это, наверное, не очень хорошо. Да, значит, если у вас эта штука вот так устроена сейчас, значит, как вы хотели, существует такой epsilon. А дальше что? А, ну вот Кирилл хорошо написал, да. Так, Кирилл, сейчас посмотрим. Так, для любой константы существует... Так, Кирилл, можете полностью продиктовать сейчас определение или написать его в чатик? Ну, для любого дельты больше нуля существует такой epsilon, что... Сейчас, сейчас, еще раз, для любой дельты... Ну, да, для любой дельты. Ну, для какой-то константы, которую будем ограничить... Значит, для любой дельты больше нуля существует... Да, и дальше, по сути, как предыдущее определение. Но только вместо стремления ограничить. Ну, продиктуйте до конца. А, окей. Что это, если вам больше нуля, такое, что для любого x0 из окрестностей вот этой точки равновесия... Из какой окрестностей? Какого радиуса окрестностей? Радиус... Сейчас хороший вопрос. Да, радиус epsilon, наверное, да. Да, радиус epsilon. Так. И... 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 От... Tx0... Минус... Сейчас... Хороший вопрос. Дельта окрестностей? Минус... 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 Да, меньше дельты, по модулю. Минус... 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 свободный параметр t, на t какой квантер повесим и куда мы его вставим. Ну как бы хотелось бы сказать, что при стремлении тег бесконечности у нас лежит, а нет, вообще для любого t больше нуля. Для любого t больше нуля. Да, ну что, кажется, мы за две или три итерации получили определение устойчивости полипонового. Это успех. Обычно его придумывают гораздо медленнее. Ну, единственное, что все-таки классические обозначения такие, что вот здесь пишут epsilon, а здесь пишут дельта. И, соответственно, вот здесь тоже нужно поменять местами. Да, хорошо. Давайте, прежде чем обсудим это определение, давайте я хочу, чтобы мы лучше почувствовали, как все работает. Давайте я сформулирую еще одно определение, и вы мне скажете, хорошее оно или плохое. Например, вот такое определение, которое, кажется, мы начинали формулировать, но не доформулировали. Значит, например, ну хорошо, давайте вот такое определение. Значит, это, кажется, никто не предлагал, хотя это довольно часто предлагают такое. Значит, вот такое определение. Для всякого epsilon больше нуля, всякого x0, сейчас только здесь должно быть у epsilon. нет у нас никакой дельты. У epsilon от x0 звездочки. Для всякого положительного времени фи от tx0 принадлежит у epsilon от x0 звездочки. В чем проблема с этим определением? Почему оно не самое лучшее? Ну, оно говорит о том, что если, то есть, траектория уходит дальше от начальной точки, а потом обратно возвращается, то это определение не выполняется. Да. Можете привести пример из точек, которые у нас здесь были, для которых вот это определение не выполняется? Усточек в узел? Ну, узел... Нет, ну, с узлом-то я думаю, что нормально. Узлы — это вот эти вот штуки. Это фокус. Да, вот с фокусом может быть проблема, потому что фокус может быть вот такой вот вытянутый, и, в принципе, даже в устойчивом фокусе мы можем начать вот откуда-нибудь вот отсюда, допустим, или давайте вот отсюда начнем, но при этом какое-то время будем все равно отдаляться от нашей точки, но зато потом мы придем уже к ней гораздо ближе. Вот. Поэтому такое определение тоже не работает. А вот еще была одна идея, сейчас кто ее... Тагир, вы, кажется, хотели сформулировать как бы от противного, про неустойчивость. Можете сейчас сформулировать, как бы вы хотели эту штуку сделать? Значит, вы говорите, что x-звездочка неустойчива. Ну, по идее, конечно, можно просто отрицать предыдущего. Ну, понятно, да, нет. Мне интересна ваша исходная идея. Я ее забыл, честно говоря. Ну, ладно. Давайте, ну, хорошо, давайте я сформулирую. Значит, если существует такая, если существует такой эпсилон и существует такой x0, значит, например, вот так. Если существует... Если в какой-то окрестности существует траектория, которая... Да, даже непонятно, как бы здесь так сказать сейчас, чтобы реалистично выглядело бы. Потому что если мы хотим, чтобы она стремилась к бесконечности, ну, понятно, что она может не стремиться к бесконечности. А если мы хотим, чтобы она просто не стремилась бы к самой этой точке, то понятно, что это опровергается каким-нибудь центром. Ну, ладно. В общем, на этом пути тоже не очень хорошо получается сделать определение. Но давайте... Давайте вот еще какое... Я думаю, что для любой дельты существуют такие t, что x не принадлежит дельта окрестности. Ну, если для любой дельты, то это, опять же, вы говорите, что оно куда-то очень далеко должно уйти. Вот, кстати, это хороший вопрос. Например, правда ли, что если особая точка неустойчива, то траектории от нее должны уходить, там, сколько угодно далеко. А они могут уходить в другую особую точку, да? Да, да. Ну, вот как показывает пример, например, вот этот, да, понятно, что, например, вот отсюда, вот у нас есть траектория, которая просто стремится к другой особой точке. И, в принципе, вот эта траектория, она конкретно для этой системы, конечно, уходит на минус бесконечности. Но, в принципе, мы могли бы сюда поставить еще одну особую точку, и тогда бы вот отсюда бы, вот она бы стремилась бы к другой особой точке. И, опять же, вот эта штука все равно была бы неустойчива. Хорошо. А вот, допустим, такая штука. Смотрите. Значит, еще одно неправильное определение. Существует такое ε больше нуля, что для всех х0, которые стартуют в этой точке. Давайте существует такое ε. Например, существует такое δ. φ от, ну, там для всех t больше нуля, φ от t x0. А вот с таким определением что не так? Да. Если некоторая траектория уходит в другую особую точку, то в идее δ тоже можно подобрать, и будет касаться, что это устойчиво равняется. Да. Ну, собственно говоря, опять же, вот такого типа пример, что, если мы дорисуем здесь еще одну особую точку, ну, или, например, вот такой же пример, только с другим знаком. Значит, х точка равняется, допустим, 1 минус х на х на х плюс 1. И тогда здесь возникает вот такая неустойчивая особая точка. Но если мы возьмем вот такую окрестность, то все траектории, которые стартуют в этой окрестности, в этой же окрестности и остаются. Ну, в общем, как видите, действительно, другие способы расставить квантеры тут не приводят к хорошему определению. Значит, вот это тоже нет. Давайте я схематически нарисую эту картинку. Вот это определение на самом деле работает. Давайте посмотрим, как оно работает. Значит, чего здесь говорится? Здесь говорится, что нам нужно… Вот у нас есть какая-то точка. Сейчас я сделаю поменьше. Освобожу себе немножко место. Вот. Что такое? Значит, вот, например, у нас есть какая-нибудь вот такая вот особая точка. Специально выбрал такой вытянутый фокус. И что мы говорим? Мы говорим, что если мы хотим… Значит, если мы хотим, чтобы наша траектория не выходила за пределы какой-нибудь вот такой вот дельты окрестности, вот эту вот мы дельту выбрали, тогда мы должны стартовать в рамках вот такой вот какой-нибудь окрестности. Это мы выбрали эпсилон. И мы говорим, что все траектории, которые стартуют вот отсюда, они, несмотря на то, что они могут выходить из этой траектории, из этой окрестности, из эпсилон-окрестности, но, по крайней мере, они не покинут дельта-окрестность. Значит, как это будет выглядеть? Например, если я стартую откуда-нибудь вот отсюда, то дальше у меня какая-то вот такая вот динамика, и траектория за пределы этой оранжевой окрестности не выйдет. И здесь важно то, что какой бы маленькой… Сейчас. Стоп. Я, конечно, перепутал все. Значит, вот это эпсилон, все наоборот на картинке. Вот это эпсилон, а вот это дельта. Вот так вот. Значит, какой бы маленькой мы не выбирали вот эту эпсилон-окрестность, можно выбрать дельту-окрестность, может быть, еще более маленькую, но так что мы отсюда не убежим дальше, чем сюда. И это действительно хорошее определение – это определение устойчивости полипонова. Значит, это устойчивость положения равновесия. Давайте посмотрим, например, на какую-нибудь особую точку, которая не является устойчивой. Давайте проверим, что действительно не является устойчивой. скажем, вот, седло. У нас есть седло. Значит, как можно понять, что эта особая точка не является устойчивой полипонова? Можно было бы там записать отрицание, сказать, что существует такой эпсилон, что для всякого дельта и так далее. Какой можно взять эпсилон? Это, в общем-то, любой. Возьмем, например, эпсилон равный единицу. И дальше нам нужно показать, что стартуясь, сколько угодно близко к положению равновесия, мы сможем уйти за пределы вот этой эпсилон-окрестности. Откуда нужно стартовать? Ну, любой невертикальной траектории. Из любой невертикальной траектории, да. Действительно. Ну, можно просто взять конкретную точку на вот этой горизонтальной траектории и по ней дальше за какое-то время. Значит, у нас вот здесь в исходном определении было сказано, что для всех тестов, значит, в отрицании тут будет написано, что нам нужно будет найти такой момент времени «Т», чтобы вот это вот вхождение бы не выполнялось. Значит, и это всегда можно сделать. Ну, на семинаре, я думаю, что вы повозитесь с этим более аккуратно, там конкретный момент времени «Т» найдете, когда вы уходите. Но так чисто визуально вроде понятно, что оно так должно работать. То есть, как видите, нам на самом деле достаточно действительно того, что у нас есть одна траектория, по которой мы можем убежать далеко. Этого достаточно, чтобы определение устойчивости положения равновесия по липунову перестало выполняться. Значит, Сергей спрашивает, не можем ли мы заменить сходимость по «Т». Сейчас, но у нас здесь нет никакой сходимости. У нас здесь только, что для любого «Т1» найдется так, что мы находимся, собственно, в окрестностях нашей тачки. Сергей, что-то не понимаю, значит, про какую сходимость вы говорите и что на что вы хотите заменить? А, я понял. Окей. Угу. Хорошо. Давайте. Давайте пойдем дальше. Значит, вот мы сейчас определили, мы сейчас определили, определили определение устойчивости по липунову. И в соответствии с этим определением, значит, особая точка типа центра является устойчивой. Потому что, ну, действительно, если мы, в определении устойчивости по липунову не требуется никакого стремления, ничего, никого, никуда. Мы просто говорим, что мы должны не слишком сильно отклоняться от исходного положения равновесия. И, конечно, для центра это выполняется. Опять же, мы можем здесь порисовать какую-нибудь картиночку, типа того, что вот для такой вот эпсилон-окрестности можно найти маленькую дельту-окрестность. Так что, несмотря на то, что эти эллипсы вытянуты, мы все равно стартуем вот отсюда, не уйдем за пределы этой оранжевой окрестности. Вот. Дальше. Давайте, значит, следующая попытка, это теперь мы все-таки хотим объявить центры неустойчивыми. Вот придумать, хотим теперь придумать какое-то новое определение, которое бы делало бы центры неустойчивыми. Все остальные особые точки сохраняют свою устойчивость, а центры нет. Давайте попробуем такое определение придумать. И скиньте идеи. Возможно, есть такая дельта-окрестность особой точки, что все траектории, которые через нее проходят, стремятся при тестах, стремящемся к бесконечности, например, к этой особой точке. Да, это хорошая мысль. Но неполная, значит, стремятся. Значит, вот такая вот штука. И это действительно кусочек правильного определения. Ну и давайте попробуем нарисовать картинку, которая показывает, что это не полностью правильное определение. Давайте представим себе, что у меня вот такая динамика. Значит, у меня есть вот такая вот особая точка, которая выглядит как х с точкой равняется х в квадрате, а у с точкой равняется минус у. Значит, эта особая точка, она называется седло-узел. Потому что вот в одной части, давайте дорисую стрелочки, значит, вот в этой части, в правой части она ведет себя как седло, а в левой части она ведет себя как узел. Из-за того, что у нас здесь х-точка равняется х в квадрат, у нас динамика по горизонтали, она вся, значит, у нас производная всегда неотрицательна, но вот в одной единственной точке она имеет положение равновесия. Ну вот как вы думаете, вот такая вот штука. Вот если посмотреть просто на тут кусочек фазового портрета, который я сейчас нарисовал, давайте представим себе, что у меня система в окрестности нуля задается вот таким вот уравнением, ну а где-то вне окрестностей она может быть задана как-то по-другому. Как вы думаете, вот такая штука устойчива или неустойчива? Наверное, нет. Хочется сказать, что она неустойчива. Теперь представьте себе, что я дорисую этот фазовый портрет вот так. Значит, я говорю сейчас следующее, что вот здесь, вот тут вот моя система задается вот этим уравнением, а дальше я задаю его как-то по-другому. Я не пишу конкретные формулы, там на семинаре будет предложено некоторое уравнение, записанное в полярных координатах, которое вам даст эту картинку полностью. но сейчас я просто говорю, что я не пишу конкретную формулу, но я хочу заставить вот эту вот сепаратрису загнуться вот так вот и вернуться к моей стартовой особой точке. Ну и, соответственно, те траектории, которые вот здесь приближались к этой сепаратрисе, они тоже будут вести себя похожим образом, будут двигаться вот так. И смотрите, что получается теперь. С одной стороны, мы вроде как решили, что вот эта особая точка неустойчива. А с другой стороны, если я возьму вот такую окрестность этой особой точки, то все траектории рано или поздно будут к ней приближаться. Ну вот с этими траекториями все понятно, они так-так будут приближаться, тут нет никакого вопроса. А вот те траектории, которые стартуют вот здесь, с правой половины, они, конечно, будут в конечном итоге стремиться к этому положению равновесия, но перед этим они прогуляются аж вот куда-то сюда. То есть выйдут довольно далеко из окрестности, выйдут из окрестности особой точки. И поэтому, в общем, с одной стороны, мы хотим, чтобы вот это, чтобы соответствовать нашим определением, вот такая штука не была бы устойчивой. А с другой стороны, вот этому определению она удовлетворяет. Согласны? Да, ну тогда можно усилить требования, сказать, что еще для любого эпизона больше ноля мы можем потребовать, чтобы траектория оставалась в эпизонах местности. Ну, как к устойчивости полипунового. Да, но на самом деле обычно делают просто следующее. Значит, определение такое. Х со звездочкой асимптотически устойчиво, если она устойчива по полипунову, и дополнительно выполняется вот то условие, которое вы написали. То есть оба этих условия должны быть выполнены. В этом случае вот эта вот штука зарубается тем, что она не является устойчивой по полипунову, ну, а, соответственно, центры зарубаются тем, что для них вот это не выполняется. Вот. Значит, два определения устойчивости. Ну, на самом деле, так, с точки зрения физической реальности, между этими определениями, на самом деле, не слишком большая разница, потому что, ну, вот что такое, например, вот это вот устойчивое положение равновесия. Ну, это устойчивое положение равновесия для фазового портрета математического маятника, у которого идеально сохраняется энергия. Но, то есть это фактически положение равновесия для маятника без трения. Но мы понимаем, что на самом деле маятника без трения не бывает. И что на самом деле, если вы маятник чуть-чуть отклоните от положения равновесия, он, конечно, может тут довольно долго колебаться, но со временем амплитуда колебаний будет уменьшаться. И поэтому на самом деле вот такая особая точка, она в неком смысле ее такой не бывает в физических системах. Поэтому, в общем, обсуждать ее конкретную устойчивость, ну, то есть вот это ровно то положение равновесия, на котором у нас есть разница между двумя определениями. Но оказывается, что там ее физическая применимость не слишком содержательна. Как бы физическое различие между этими двумя определениями не слишком содержательное, потому что множество тех систем, на которых это различие реализуется, оно не реализуется физически. Но, тем не менее, математики любят рассматривать интегрируемые системы, потому что это более-менее единственная система, которую удается хорошо рассматривать. И поэтому, конечно, с матемической точки зрения было полезно эти два определения написать и обсудить, что они различны. Вот. Хорошо. Значит, вот мы выписали два определения. И теперь я хочу... Значит, с одной стороны, они формализуют некоторое интуитивное понятие. С другой стороны, их минус стоит в том, что они довольно сложны для проверки. То есть, вот если вы хотите проверить вот что-то вот такое, вот с кучей квантеров, ну, в общем, дело это не очень приятно. Понятно, что если вы знаете решение вашего дифференциального уравнения, то вы можете это сделать более-менее явно. А если не знаете, то вам будет довольно сложно. А вы, как правило, не знаете. И здесь полезно сформулировать теорему, собственно говоря, теорему Липунова. Называется теорема об устойчивости по первому приближению. Значит, и говорит она следующее. Пусть у меня есть x-точка равняется v от x. x со звездочкой это положение равновесия. И а это матрица линеаризации в положении равновесия. Значит, помните, мы обсуждали, что нелинейные системы, по крайней мере, в каких-то ситуациях ведут себя похожим образом на свои линеаризации, по крайней мере, в окрестности положения равновесия. Ну, а вся история про устойчивость это локальная история. То есть, если посмотреть на те определения, которые мы даем, то они, в общем, все про маленькие окрестности нашей точки. Поэтому логично ожидать, что главная информация про устойчивость, она содержится вот в этой матрице линеаризации. И это более-менее так и есть. Значит, пусть у нас в этой матрице линеаризации есть собственные значения лямбда 1 и так далее, лямбда n. Значит, у меня сейчас картинка вся n-мерная. Значит, это собственные значения. Тогда, возможно, три варианта. Или два варианта. первое. Если вещественная часть лямбда житых строго меньше нуля, для всех g от 1 до n, тогда x со звездочкой асимптотически устойчиво. ну и, соответственно, и полипуновы тоже автоматически. Второй вариант. Если существует такое же, что вещественная часть лямбда житых наоборот больше нуля, тогда x со звездочкой не является устойчивой полипуновой. Ну и асимптотически тоже не является устойчивой. Вот. То есть первый случай это случай, когда у вас значит все особые точки, все положения равны, простите, все собственные значения лежат в левой полуплоскости. Второй случай это когда есть собственные значения, хотя бы одно, которое лежит в правой полуплоскости. правая и левая полуплоскость это имеется в виду, что мы представляем комплексные числа на плоскости и вот мнимая ось делит эту плоскость на две полуплоскости, левую и правую. Давайте посмотрим, какие случаи не покрываются этой теоремой. Есть нулевое собственное значение. Да, где на самом деле аккуратное утверждение такое. Значит зазор между пунктами один и два такой. Есть собственное значение с нулевой вещественной частью и при этом нет ни одного собственного значения с положительной вещественной частью. Значит в остальных случаях. ответа нет. Теорема не дает ответа. Значит оставшиеся случаи эти теоремы просто не обслуживаются, она про них ничего не утверждает. Ну и на самом деле в оставшихся случаях может быть и так и так. Кстати, какой из какой пример вы можете привести для вот этого оставшегося случая? вырожденная вырожденная особая точка? Да. Например, просто x-точка равняется нулю. Или можете привести пример такой особой точки, чтобы она подпадала под третий случай и при этом например была бы устойчивой? значит так, чтобы у нас выполнялось бы вот это условие и при этом особая точка была бы устойчивой. она должна быть значит у нее давайте чтобы было проще думать, давайте думать просто про одномерные системы. Пусть наша особая точка это 0 и система в фазовом пространства размерности 1 просто напрямую. Значит, в этом случае обязательно если мы находимся вот в этой ситуации то это означает что единственное собственное значение понятно в одномерном случае у нас матрица 1 на 1 это просто число и это число равно своему собственному значению. Поэтому здесь просто будет вот это условие это просто условие что само это собственное значение равно нулю и это означает что наша особая точка должна быть обязательно нелинейной если мы хотим чтобы она была бы Ну, например, устойчиво-симптотически. Какую тогда нелинейную часть можно к ней добавить? Значит, если я хочу устойчиво-симптотически. И если я хочу пример неустойчивый, неустойчивый, два примера хочу. Ну, давайте, это простой вопрос. Значит, я хочу, чтобы выполнялся этот третий пункт. И я хочу продемонстрировать, что в этом случае действительно, зная только собственное значение, которое в данном случае будет просто нулевым, мы не можем ответить на вопрос про устойчивость. Может быть, и так, и и так. Ну, как выглядит устойчиво-особая точка напрямую при одномерной динамике? Как выглядит траектория? Меня слышно? Больше нуля, производный пиксу меньше нуля. Там, где есть меньше нуля, производный пиксу больше нуля. Да, вот хочется что-то такое. Как такую штуку реализовать нелинейной системой? То есть, системой с нулевой, не просто нелинейной системой, а системой с нулевой линейной частью. Минус х квадрат можно взять. Минус х квадрат будет плохо, потому что х квадрат – это как раз случай, когда у вас все будет либо возрастать, либо убывать. А здесь мы хотим, чтобы с одной стороны возрастало, а с другой убывало. Тогда куб. Куб, да. Значит, давайте, чтобы было устойчиво, чего нужно? Минус х квадрат. А чтобы было неустойчиво? Без минуса. Да, просто х квадрат. Да, ну вот отличный пример. Действительно видно, что по линейной части, линейная часть в обоих случаях просто нулевая, и по линейной части мы не можем понять, устойчиво это что-то неустойчиво. И тот, и тот, и тот, и тот, и тот в другой случае возможен. Вот. Ну, то есть, что говорит теорема? Теорема говорит, что, ну, в принципе, вот если посмотреть на эти два условия, да, то что означает, откуда берется вот это вот условие, что вещественная часть собственных значений меньше нуля или больше нуля? Я напомню, что когда мы обсуждали, когда мы обсуждали всякие фокусы, напомните, у нас там была ситуация, что вещественная часть собственных значений, она влияет на то, приближается или удаляется особую точку от начала кардина. По крайней мере, это справедливо, если мы перейдем в тот базис, в котором там наша динамика устроена просто как частные спирали, такие кругленькие. Вот. И дальше, в общем-то, понятно, что если у нас все эти вещественные значения отрицательны, это означает, что по всем направлениям мы будем стремиться к началу кардина. Мнимые части на это не влияют. Мнимые части влияют на то, насколько мы там быстро крутимся. На то, насколько мы быстро крутимся, оно не влияет на устойчивость. Вот. Поэтому, в общем, это то, чего можно было ожидать. А если у нас есть хотя бы одно направление, вдоль которого происходит убегание, то никакой устойчивости нет. Вот. Давайте, может быть, я сейчас попробую за оставшиеся у меня 15 минут набросать доказательства, по крайней мере, для линейных систем, набросать доказательства вот этой вот части, этой теоремы. Значит, набросок доказательства для линейных систем. И давайте считать, опять же, для простоты и вещественных собственных значений. То есть сейчас я хочу доказать такую теорему, что вот если у меня есть просто особая точка вот такая, да, это линейная особая точка, и у А вещественные собственные значения, и все эти собственные значения отрицательны, то тогда ноль является асимметрически устойчивой особой точкой. И эта штука доказывается так. Здесь нужно применить такую вещь. Давайте скажем вот что. Ну окей, давайте я сделаю немножко по-другому. Значит, смотрите. Вот если у меня А это диагональная матрица, давайте сделаем так. Первый случай. А диагонализируем. Тогда давайте мы перейдем в диагонализирующую базис. И у нас будет вот такая штука. х с точкой первая равняется лямбда первая х первая и так далее. Х с точкой n равняется лямбда n х n. И давайте теперь сделаем такую вещь. Давайте рассмотрим функцию. л от х, которая будет просто обычной евклидовой нормы. Квадрат обычной евклидовой нормы нашего вектора. Радиус вектора нашей точки. И давайте найдем... Так, нет, что-то мне не нравится обозначение. Давайте пусть она будет ρ. И давайте найдем производную этого самого ρ вдоль нашего векторного поля. Значит, 2х1, х1 с точкой, плюс и так далее, плюс 2хn, хn с точкой. И что у нас здесь получается? 2 лямбда 1 на х1 в квадрате плюс и так далее, плюс лямбда n на х1 в квадрате. Значит, смотрите. Что можно про вот эту штуку сказать? Ну, во-первых, видно, что... Ну, собственно говоря, да. Что можно про нее сказать? То есть, если все лямбда отрицательные. Но она неположительная. Она неположительная. То есть это означает, что наше ρ, то есть наше расстояние до начала координат, оно все время, все время, по крайней мере, не возрастает. Но на самом деле вот эта штука, она становится равной нулю только в единственной точке, только в нуле. Поэтому на самом деле у нас вот эта ρ, она будет все время убывать. Если она была изначально не нулевым, то дальше она всю жизнь обязана убывать. Ну, и дальше нужно будет доказать, что в этом случае у нее предел обязательно равен нулю. Это, возможно, потребует какой-то дополнительный дополнительной технике. Но на самом деле можно было бы сказать вот, что можно было бы сказать, что вот эта штука, она не просто не убывает, она меньше либо равна 2 максимума по жилям джи на ρ. значит, дальше можно было бы вот что сказать, можно было бы рассматривать на самом деле не ρ, а можно было бы рассматривать логарифм ρ. И давайте его продифференцируем вдоль векторного поля. Ну, то есть это что означает? Это означает, опять же, что я просто беру логарифм ρ, его дифференцирую. И эта штука, эта штука, это просто ρ с точкой разделить на ρ. и из предыдущей формулы следует, что эта штука не превосходит двух максимумов лям джи. А эта штука строго меньше нуля. Более того, ну, то есть, что получается? Значит, вот это просто константа. То есть получается следующее утверждение, что логарифм ρ стремится к минус бесконечности, потому что его производная она отделена от нуля снизу. Ну, а из этого, конечно, следует, что во-первых, что расстояние не увеличивается до начала координат, а во-вторых, что значит, наша траектория стремится к нулю. Ну, то есть, из этого автоматически следует, что наши особые точки действительно устойчивы полипуновы. Значит, следовательно, ρ убывает и х стремится к нулю. Следовательно, ноль у устойчивого полипунова. Согласны с этой частью? Значит, это на самом деле популярный прием. Вот эта вот функция, которую мы таким образом оцениваем, она называется функцией Липунова. Точнее, не ее, а ее производную. И как раз из вот этого соотношения следует, что если мы ее вот так вот оценили, ее производную, то дальше гарантированно у нас есть устойчивость. Вот. Дальше второй случай. Пусть они диагонализируемы. но тогда ее можно привести к жиданам в нормальной форме. Значит, будет тогда такая матрица у нас. Здесь у нас будут какие-то собственные значения стоять. А вот здесь у меня будут стоять либо единички, либо нолики. Значит, вот над диагональю могут стать только единички или нолики, а больше ничего не может быть здесь нули и здесь нули. Мне на самом деле сейчас не очень интересна структура как раз жирдановых клеток. Мне важно только то, что у меня везде нули, кроме вот этой вот штуки. А в этой штуке у меня возникают только единички и нолики. А дальше, ну вот я знаю, что вот эта вот часть, которая за вот эти вот лямбда отвечает, про нее я понимаю, как все работает. А вот про эту часть я в меньшей степени понимаю, потому что у меня тут возникают какие-то, ну как бы вот если я сейчас выпишу, как эта штука устроена, давайте, значит, у меня получается какая-то такая штука, что x1 с точкой это лямбда 1 x1 плюс, ну давайте я как-нибудь эту штуку обозначу, пусть она называется ν1 умножить на x1 x2 где ν1 это либо единичка, либо нолик и так далее. Значит, там предпоследняя вот эта штука, она будет устроена так же. ν-1 тут нужно будет на xn минус 1 xn ну последняя это xn с точкой равняется лямбда n xn. Значит, на самом деле я хочу сейчас вот к этому делу применить ровно ту же самую технику, что и выше. Но когда я буду считать производную вдоль векторного поля, у меня будут вылезать вот какие-то вот такие вот слагаемые. Сейчас, только откуда здесь, это я ерунду написал, здесь не должно быть конечно произведения x1, x2, должно быть просто x2, просто xn и все. Это я вперед немножко забежал. Значит, здесь должно быть x2, здесь должно быть xn. Значит, и у меня лямбда неужито это либо нолик, либо единичка. Следующая идея состоит в том, что я бы хотел бы, чтобы у меня вместо вот этих вот неужитых были бы какие-то ужасно маленькие числа. Потому что вот эти вот слагаемые, я хочу от них как бы избавиться, я от них не могу совсем избавиться, но я хочу сделать их маленькими. И это можно сделать следующим образом. Мне нужно дополнительно сделать еще один переход к другому базису, а именно мне нужно сопрячь вот эту матрицу с вот такой матрицей. Значит, есть вот такая вот матрица С, которая устроена так. Здесь пусть будет 1, тут пусть будет мю, тут пусть будет мю в квадрате и так далее. И здесь пусть будет мю в степени n-1. Тут будут нули. Значит, вот такая диагональная матрица. Давайте посмотрим, что происходит с, ну, например, что происходит с Джордановой клеткой, если я сопрягаю эту Джордановую клетку вот такой вот матрицей. Значит, вот пусть у меня здесь будет лямда, а вот здесь пусть будут единички. Тут будут нули. И я сопрягаю этой матрицей, сейчас только нужно в правильную сторону это написать. Ну, давайте я как обычно попробую сопрячь. Здесь пусть будет 1. Давайте я, чтобы проще было писать, давайте я буду писать какую-нибудь конкретную размерность, скажем, 4. Значит, вот у меня будет лямда, или даже, я думаю, трех хватит. Здесь 1, здесь 1, здесь все нули. А здесь пусть будет 1 мю, а здесь пусть будет мю в квадрате. А тут пусть будет обратная матрица. Как обратная матрица выглядит в матрице С? В степени минус написать на 200. Минус 1, минус 2. Ну и давайте смотреть, что происходит. Давайте, может быть, сначала вот это произведение посчитаем. Значит, вот эту вот матрицу я оставлю, какая она была. а здесь, давайте смотреть, значит, я умножаю вот эту штуку на вот эту штуку, ничего не меняется. Значит, лямда. Дальше я умножаю вот эту, сейчас, я строчку умножаю на столбец, значит, вот эту строчку умножаю на вот этот столбец. Что у меня здесь получается? Значит, вместо вот этой единицы получается, что я ее должен умножать на мю, и здесь должно появиться мю. Следующее произведение, это уже ноль, потому что, потому что здесь сплошные нули. Дальше я то же самое сделаю со второй строчкой. Значит, вот эту штуку я умножаю на эту штуку, это ноль. Дальше вот эту штуку я умножаю на вот эту штуку. Эту лямбда мю. И дальше вот эту штуку я умножаю на эту штуку, это мю в квадрате. И третью строчку здесь будет ноль, ноль, а здесь будет лямбда мю в квадрате. на самом деле умножение на диагональную матрицу это умножение либо строчек либо столбцов найти числа которые стоят на диагонали в зависимости от того справа вы или слева умножаете в данном случае мы умножаем вот так в таком порядке и это все равно что мы вот этот столбец умножили на мю а вот это столбец ну точнее наоборот вот этот столбец умножили на мю а вот это столбец умножили на мю в квадрате вот а теперь мы наоборот умножаем на обратную матрицу давайте посмотрим что будет происходить умножение с другой стороны на диагональную матрицу это умножение строчек на соответствующие числа которые стоят на диагонали поэтому в общем если внимательно посмотреть то происходит следующее давайте просто честно посчитаем значит вот это сюда это по-прежнему ленда дальше вот эта штука на вот эту штуку это у нас чего такое это у нас по-прежнему мю и здесь по-прежнему 0 направо первая строчка умножилась первая строчка умножилась на единицу дальше давайте смотреть что происходит со второй строчкой значит у меня здесь есть мю минус 1 и мы умножаем на вот эти столбцы видно что каждый раз из этого столбца выбирается элемент из второй строчки и умножается на мю минус 1 значит получается что здесь 0 дальше здесь я умножаю вот эту штуку на вот эту штуку здесь мю минус 1 сокращается остается лямбда и дальше вот эту штуку умножаем на эту штуку у меня здесь сокращается мю в квадрате и мю минус 1 остается просто мю и последняя строчка 0 0 лямбда то есть смотрите что происходит в результате того что у меня вот эта матрица умножает очередную строчку на мю умножает очередной столбец на мю в какой-то степени а вот эта штука умножает строчку нами в какой-то степени то все вот эти вот элементы в результате этой операции сохраняются а вот эти элементы все умножаются нами потому что за счет одного умножения он умножается на мю в какой-то степени а потом он делится на мю степени на единицу меньше вот что это позволяет нам сделать это позволяет нам с помощью вот такой матрицы с помощью перехода к очередному новому базису позволяет нам заменить вот в этой исходной матрицы вот эти вот единички на какие-то маленькие числа если я взял если я здесь мил взял очень маленьким то у меня вот эти вот единички заменяются на что-то дико маленькое соответственно моя система после перехода к новому базису выглядит так значит x1 с точкой собственно говоря она выглядит примерно так же как выглядела плюс что-то у меня пусть будет это первая на x2 и так далее xn минус 1 с точкой равняется лямбда xn минус 1 плюс это n минус 1 на xn и последнее это xn с точкой равняется лямбда n на xn и теперь у меня это 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 житая это либо нолик либо мю где мю можно выбрать маленьким вот ну а дальше я делаю то же самое что в прошлый раз я говорю что давайте рассмотрим функцию ро которая есть просто квадрат расстояния значит давайте найдем его производную производная будет выглядеть так у нее есть компоненты которые опять же берутся вот лямбд и есть компоненты которые берутся вот отсюда значит как эти компоненты будут устроены значит ну вот например я беру x1 с точкой значит я должен вот эту вот штуку умножить на x1 значит x1 умножить на x1 с точкой у нас лямбда 1x1 в квадрате вот она плюс вот эту вот штуку мне нужно умножить на x1 значит здесь получаются вот такие произведения это 1 на x1 на x2 плюс и так далее это n минус 1 x n минус 1 на xn ну а дальше чего остается сделать дальше остается вот эти вот штуки как то выразить через вот эти вот штуки а сейчас значит произведение выразить через сумму квадратов я хочу все вот это оценить через вот это как это сделать мы на самом деле знаем что всегда выполняется вот такого типа ну давайте пусть здесь будет к здесь будет к плюс 1 xк в квадрате плюс xк плюс 1 в квадрате да то есть смотрите что получается да то есть смотрите что получается получается что вся вот эта штука она на самом деле не превосходит какой-то такой вещи значит опять же все вот эти вот товарища они не превосходят можно выбрать из этих лямбд а самую большую значит эта штука не превосходит максимума лямбда жи на на плюс а эта штука не превосходит чего она там не превосходит максимума из всех эт на n пополам на рог правильно похоже на правду значит я просто говорю что каждый из вот этих вот произведений я оцениваю вот таким образом этих произведений там типа н штук ну на самом деле н минус одна штука значит у меня получается что каждое из этих произведений что их сумма оценивается как н пополам умножить на ро вот эта штука это просто ро и дальше я еще должен домножить это все на максимум из вот этих вот это вот этот максимум вот ну а теперь просто остается сказать что у меня есть вот этот максимум из лямбджи который фиксированный и есть максимум из вот этих эджи умножить на н пополам значит вот эту вот штуку я могу сделать маленькой выбором выбором ну и все значит вот эта вот штука опять же я могу сделать эту штуку отрицательных и дальше точно так же как выше логарифмируя доказать что все стремится к нулю вот значит это доказательство для линейных систем для нелинейных на самом деле устроено ровно так же единственная разница состоит в том что там еще нужно контролировать нелинейные нелинейные слагаемые их вклад тоже будет маленьким ну что значит их вклад будет маленьким в маленькой окрестности поскольку окрестность мы опять же сами выбираем то и и хорошо значит мы ее выберем настолько маленькой что вклад вот этих нелинейных слагаемых тоже будет забиваться просто вот тем фактом что вот эта вот штука отрицательна и дальше доказательство проходит ровно таким же образом ну вот как то так есть ли какие-нибудь вопросы ну хорошо все тогда на сегодня до свидания спасибо 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 Продолжение следует...